В Петербурге проходит пятый международный культурный форум. Участвуют 37 делегаций из-за рубежа, а также гости из всех регионов нашей страны. Обсуждения и конференции будут проходить три дня почти на 100 площадках. Но вот, например, в первый день наградили меценатов. Кому досталась премия, расскажет Михаил Терентьев. Ударный темп с самого утра, совещания, встречи, круглые столы и первое заседание. Тема актуальная – развитие культуры чтения и экологии сознания. Обсуждали, как сделать Россию снова самой читающей в мире. Первое, что нужно сделать, это, конечно, чтобы книги стоили дешево. Второе, у нас есть разные возможности совершенно. У нас электронные возможности колоссальные. Можно взять с собой альпад, где будет у вас 15 романов и читать их по дороге. Главное, мне кажется, пробудить интерес к чтению. О сохранении мирового культурного наследия в стратегиях и вызовах говорили на главном пленарном заседании этого дня. Основную проблему обозначили сразу военные конфликты. Еще год назад на полях форума Михаил Петровский заявил, наследие нужно защищать силой. Уже потом было освобождение Пальмиры, концерт в древнем амфитеатре. А теперь эксперты уверены, культурное наследие должно иметь и свои права. Один из путей, который, как защищать памятники, был предложен. Он был предложен расширить на культуру знаменитую доктрину ответственности за предотвращение. Это знаменитая доктрина ООНовская, принятая как бы чуть ли не генеральной ассамблею, на основании которой, в частности, было проведено вторжение в Ливию. День был богатый на открытия. В одном из павильонов Михайловского замка после реконструкции презентовали электронный русский музей. Этот филиал собрал в себе самые современные мультимедийные технологии, где лишь взмах руки способен оживить историю государства российского. Нас предупреждали об опасности открывать электронный русский музей, потому что молодежь пойдет в электронный музей. Нет. Вот те, кто побывали в электронном, они получают огромную интересную информацию, которую невозможно получить за полчаса или час, проведенной в музее. Но они хотят прийти в реальный музей. А это уже главное событие деловой площадки форума вручения премиями «Цена от года». В этот раз его решили сделать в лучших традициях кинонаград. Мы брали за основу премию «Оскар», всем известную. Мы старались, будем надеяться, что у нас получится. Мы акцентировали внимание на видео спецэффектах, 3D спецэффектах. Поражают и цифры. Общий вклад лауреатов премии в развитие культуры страны превысило, внимание, 2 миллиарда рублей. Наша задача, наше министерство, создавать всяческие услуги для того, чтобы оказание меценатской помощи учреждениям культуры было и морально престижным, и финансово дополнительно стимулировалось государство. А вечером в концертном зале Мариинского театра маэстро Гергиев в торжественной атмосфере закрыл год Сергея Прокофьева и дал старт году Игоря Стравинского. Михаил Теретьев, Денис Безлаковский, Руслан Мабикяров. Вести. Санкт-Петербург.